Для группировки данных в C++ используются структуры. Это способ синтактически и физически объединять логически связанные данные. Для того, чтобы создать тип данных, который соответствует точке на плоскости, мы объявим структуру, содержащую два вещественных числа. Соответственно, в памяти данный тип будет представлен как два идущих подряд значения типа double. После этого, определив тип для хранения точки, можно определить тип для хранения отрезка. В такой структуре будет два значения типа точка. Соответственно, в памяти это будет представляться как пара значений типа point, каждая из которых, в свою очередь, будет парой значений типа double. То есть это будет x, y, соответствующей первой точке, а это будет x, y, соответствующей второй точке. Используя эти новые типы, можно упростить сигнатуру функций из предыдущего примера. Соответственно, функция, вычисляющая длину отрезка, будет принимать в качестве аргумента непосредственно отрезок. И вместо четырех аргументов нам потребуется всего лишь один. Функция, которая будет вычислять пересечение двух отрезков, она будет принимать в качестве аргументов первый отрезок, второй отрезок и возвращать через указатель точку их пересечения. Соответственно, нам вместо десяти аргументов потребуется три. Важно отметить, что при определении структур после закрывающей скобки надо указывать точку с запятой. Ее очень часто забывают, и это приводит к ошибке компиляции. Разница в том, что когда вы определяете функцию, точка с запятой в конце закрывающей скобки не требуется, а для структур это необходимо.